Redmi S2. Сейчас будем менять дисплейный модуль. Тач матрица не работает. Не забудьте вытащить 7 слот, которого у меня нету. Шлейф, опечатка. Далил дисплей на модуль. Без пластика, заклеивающего двусторонний скотч. Какой-то он помятый. Это мне уже прислал клиент дисплей вместе с разбитым телефоном. Как видите, тач шлейф здесь отдельно. Поэтому, чтобы полностью проверить дисплейный модуль, надо снимать нижний антеннный модуль. Подключать его на нижний модуль и проверять. Поэтому давайте поставим телефон на сепаратор сразу. Отсоединяем батарею и снимем нижний дисплейный модуль. Так, не пойму здесь заглушка или полностью. Так... Так... Какого записи на нем и скотч!" Тач! Малышный кокт! Снимаем верхнюю антенну модель. Давайте подключим и посмотрим работает ли дисплей как минимум. Добро не терять время если условно. Да здесь слоем все в порядке. Включаем батарею. Это жгуты батареи. Не знаю помогут ли они нам. Часто рвутся. Даже при правильном извлечении. Здесь все прошло как надо. Сепаратор у меня уже нагрелся. 97 градусов показывает. Снимаем нижнюю антенну модель. Кстати винты все одинаковые. Винты черного цвета. Путаницы не будет. Винты черного цвета. Возьмем тачскрина с драйвером заклеенным. Алмаз не заклеенный. Сразу перенесем. Все кидаем на сепаратор. 2-3 минуты и снимаем. Итак снимаем. 4 минуты. На сепараторе с температурой 100 градусов он должен сойти очень легко. Да без всяких инструментов. Без всякой жидкости. Как видите. Идеально отделяется. не хочет вылазить. Мешает этот самый нижний модуль. который придется снять. Чтобы вставить новый разъем тачскрина дисплейного модуля. Ничего здесь у нас интересного нету. Переставим прокладку камеры. Которая не переставляется. Так что у нас здесь еще есть. Посмотрим проклейка драйверов присутствует у нас. Так. Больше нас здесь ничего не интересует. Так. Посмотрим поверхность. Присутствует пыль. Небольшая. Нужно пройтись изопропилом. Поверхность готова. Так. Не хотелось снимать. Поверхность... Али. Али? Алло Да, повторите Да, возле тройки Недалеко Возле тройки Ну, надо русский магазин Вы на WhatsApp напишите мне Я вам локацию скину Не, напишите мне что-нибудь сейчас Чтобы я не добавлял Окей Хорошо 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 До восьми сегодня Не, не Фиктиву Угу До свидания Так Вставляем Вставляем Проверяем Тач Включаем Все Разъемы Батарею Включаем Телефон Так Сейчас я скину Девушки Девушки Оставили Код 159 357 159 357 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 369 369 369 279 39 Включаем аппарат. Включаем аппарат. Я вот думаю, чтобы не вытаскивать его, наверное, нанесем клей, хотя это создаст там неудобства небольшие. Давайте все-таки вытащим и спокойно нанесем клей прямо на дисплейный модуль, потому что рамки очень тонкие, по периметру будет неудобно. Включаем B7000. Включаем. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Так. ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ставим кружку Добавил субтитры DimaTorzok Что-то не дает Дисплеем Вылез коаксиальный кабель Постоянно вылазит Перекрутился шлейф Добавил субтитры DimaTorzok Дисплей как говорится у нас бегает пока еще Клей мягкий Засохнет он не скоро Ставим до живы Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Бой Спешит человек Ну в принципе все Засыхает клей Часа два-три Обрезаем аккуратно Скальпелем Засохший Где Если что-то вылезло У нас здесь практически ничего не вылезло Все аккуратно И на этом все. Оставайтесь на связи. Всем удачи.